Вчера иду по этой улице и выбегает он оттуда из-под забора. Ильнур Хамадиев чудом спасся от агрессивных собак на Солдатской улице. Говорит, сначала одно животное подбежало к нему с лаем, следом второе. Начала за мной гоняться, а за ней еще кобель, еще больше, в два раза больше ее. И вот они меня гнали, метров 50, наверное, чуть не догнали. Оказалось, здесь же это уже не первое нападение бродячих собак на людей. Женщины уже у нас покусались с 9 этажа. Когда? Неделю назад. Собачья свора ходит прямо внутри жилого сектора. Здесь дворы и дома, здесь школа, но все, что остается людям, это не спокойно ходить по своим делам, а постоянно озираться, боясь, что собаки нападут снова. Откуда берутся бродячие собаки у них, не знают и во дворе на улице Декабристов. Приходят со стороны, они совершенно чужие, как стайк они сбились. На любительских кадрах видно, что это за псы, не чипированные и находящие общий язык только со своими сородичами. Наверное, это проблема такая есть, большая проблема, нужно, наверное, меры принимать. Проблема для города не новая и острая. После череды резонансных нападений собак на людей в начале мая Рустам Иниханов поручил усилить контроль за бездомными животными и построить для них межрайонные приюты. Главам городов и районов необходимо усилить контроль за количеством и поведением животных без владельца на территории муниципального образования. Наведите порядок. Все, что необходимо, значит, на уровне правительства мы готовы подключиться. Один из действующих приютов – Казанский зооцентр. Сегодня здесь содержат около 600 бездомных собак. Их сюда привозят с улиц. После громких ЧП здесь принято решение в два раза увеличить площадь для содержания животных. Сегодня здесь могут разместить 1200 четвероногих. В следующем году уже 2000. Кроме этого, более строже стал отбор собак, которые снова попадают на улицу. Если мы в том году всех животных выпускали, так как гласит в федеральном законе, то на сегодняшний день, с начала этого года, мы в город выпускаем уже только небольших собак, для того, чтобы уже обезопасить горожан. Такая практика в Казани. Но в других городах и районах нет такой возможности. Есть муниципалитеты, где отсутствуют приюты. И как нам сообщили депутаты госсовета, в этом году на их строительство в бюджете на 2022 год средства не заложены. В трех городах планируется строить, вот скажем, зональные такие приюты. Это набережные Челны, город Нижнекамск, Альметьевск. И никому не возбраняется строить самостоятельно в муниципальных образованиях решать эту проблему. В пределах привлечь надо активных людей. Есть и люди, которые с деньгами, которые хотят помочь животным. Однако на финансирование, контроль за численностью бездомных животных и их содержание в бюджете будущего года уже заложено на 12 миллионов рублей больше, чем годом ранее. На отлов собак, лечение, вакцинацию, стерилизацию и другие цели республика выделит почти 69 миллионов рублей. Рамиль Шайдуль, Налмазий Единов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.